Обзор и первое впечатление от новой ТВ-приставки NVIDIA SHIELD TV PRO 2019 модельного года. Купил я ее в официальном магазине NVIDIA за 17600 рублей. Купил на смену моей предыдущей Xiaomi Mi Box 4S, на которой я также в свое время делал обзор примерно год назад. Основное отличие SHIELD от моей предыдущей Xiaomi это, конечно же, характеристики. В первую очередь железо, тот же самый процессор Tegra X1 Plus новый, ну скажем так в кавычках новый. Это 3 гигабайта оперативной памяти против 2, это Bluetooth 5.0 против 4.2 и какие-то еще софтовые стоковые нюансы, о которых я хочу рассказать. Стоит ли эта переплата в 4 раза? Ну сейчас будем разбираться. Первое с чего начну это комплектация и ушел до 2019 модельного года, у PRO версии она довольно скудная. Я бы даже сказал очень скудная. Это сама приставка, это пульт дистанционного управления, спасибо, что с батарейками, ну и адаптер для питания с какими-то бумажками. В общем-то и вся комплектация. В отличие от предыдущего SHIELD 2017 модельного года, здесь также в комплекте нету контроллера, ну то есть геймпада. Что касается самой приставки и интерфейсов подключения. В отличие от Xiaomi, тут нет гнезда для миниджека. И для того, чтобы у меня заработал сабвуфер с колонками, пришлось использовать внешнюю звуковую карту USB. В моем случае это комплектная звуковая карта от стареньких наушников SteelSeries, по-моему, Siberia. И забегая вперед, могу сказать, что через нее звук от приставки в колонке передается более чем хорошо, без каких-либо помехоискажений. Всего на борту у SHIELD 2 USB разъема, судя по описанию 3.0, HDMI, Ethernet порт и похожий на USB Type-C вход для питания. Что, кстати, на мой взгляд не очень хорошо, потому что мне кажется, если адаптер каким-то образом повредится или провод порвется, то поменять его будет сложнее, найти только у Nvidia или в магазинах Nvidia. Не очень хорошо, тем не менее, имеем что имеем. Как и прежде, моя новая приставка работает в паре с роутером Kinetic Ultra на 5 гигагерцовой Wi-Fi сети. При первом включении приставка обновилась по воздуху до последней версии прошивки и запустилась. После первого запуска и буквально за 15 минут произвел первые первичные настройки под себя. Зашел в свой Google аккаунт, установил из PlayMarket проводник Explore, установил HD VideoBox, Extreme Media и MX Player. Под себя скорректировал домашний экран, то есть рабочий стол. И после этих манипуляций мой Shield стал, в общем-то, точь-в-точь повторять Mi Box S в плане интерфейса, графического я имею в виду. Но это только на первый взгляд. И все-таки стоит сказать, что работает все это хозяйство на девятом Android, Android Pie. И можно продолжить первое знакомство с меню настроек. Первое и самое интересное, что мы тут встречаем, это интеллектуальное масштабирование. Так называемый апскейлинг. Процессор Tegra X1 Plus позволяет на базе нейросетей улучшать картинку с меньших разрешений до 4К. И Nvidia даже сделали возможность демо-режима, чтобы можно было увидеть, как это работает. Но многое, конечно, зависит от исходной картинки и от совокупности ее характеристик. Ну и не только разрешение, естественно. Тем не менее, это реально работает. Не знаю, передает ли камера разницу, но вживую на глаз это действительно заметно. И может быть, конечно, не так, как хотелось бы, но тем не менее, разница есть и картинка действительно каким-то образом улучшается. Дальше в настройках можно встретить возможность управления питанием телевизора. И управлением телевизором с помощью пульта от приставки. Штука, надо сказать, удобная. Как я уже говорил ранее, у меня звук выводится на внешнюю карточку USB. Дальше она идет на 3.5 миниджек. И уже дальше до сабвуфера с колонками. В таком сочетании с автовыбором формата звука итоговое звучание на порядок лучше аналогичного в Mi Box 4. Ну, попробую объяснить. Особенно ощущается по детализации верхние частоты и мягкие средние частоты. Нижние частоты, что в Mi Box, что в Шелде, мне показались одинаковые. Одинаково хорошо работают. И, честно сказать, для квартиры это более чем достаточно у этого звука. Потому что и так уже довольно глубокие низа. Низы хорошие средние частоты. Запас громкости тоже очень хороший. Ну, это, конечно, еще упирается в вашу акустическую систему. И вообще, Nvidia заявляет о полном наборе Dolby Atmos в Шелде. С поддержкой множества форматов аудио в высоком битрейте. Говорит ли это о наличии каких-то дополнительных аудиопроцессоров? Ну, трудно сказать. Но качество звука меня более чем устроило. Для квартиры большего точно не нужно. Дальше в настройках видим, что есть стоковая возможность подключения внешнего хранилища виртуального диска. И это действительно классно, потому что в базе в Шелде идет всего лишь 16 гигабайт свободной памяти. Которая еще, кстати, съедается под систему. И в итоге вы имеете всего лишь 12 гигабайт. Что не очень хорошо. К слову сказать, младшая версия имеет слот для SD-карты расширения. Версия старшая не имеет. Почему так сделали, не знаю. Ну и чуть ниже есть Chromecast, который также поддерживается. Трансляция с мобильных устройств на экран телевизора. Это было и в Mi Box, это есть и в Шелде. В общем, по умолчанию работает тоже нормально. Отдельно хочу затронуть поддержку сервиса GeForce Now в Шелде. И, наверное, справедливо будет начать с того, что в комплекте не идет контроллера, как я уже говорил. И встал вопрос, как пользоваться этим сервисом. Каким геймпадом управлять, что делать. Я попробовал подключить геймпад от PlayStation 4. Сначала по проводу, потом законнектил по Bluetooth. И, в общем-то, все прекрасно работает. Он его видит, не отваливается. В этом плане тут идет полная поддержка. По крайней мере, с геймпадом от Соньки. Что же касается самой GeForce Now. Прежде чем попробовать этот сервис, я два дня намучился. Не мог к нему подключиться. У меня сначала были проблемы с соединением с серверами. У меня просто не подключался к серверу. Потом я не мог активировать аккаунт, чтобы у меня включилась подписка. Постоянно возникали какие-то проблемы. Я обратился в сервис GeForce Now в России. Написал в поддержку в чат. И, в общем, был удивлен. Действительно классная обратная связь. Мне помогли со мной менеджер. Там полдня провозился. Пока проблему не решили. В общем-то, он даже не отключался. Но, как выяснилось по итогу, проблема была не у меня. Они в этот период времени включили какую-то синхронизацию, перезапуск сервисов. Серверов, прошу прощения. И из-за этого многие люди просто не могли получить доступ к сервису. Собственно, как и я. Ну, для меня это было маленькое разочарование. Потому что я впервые пытался его попробовать. Тем более с новой приставки. Ну, как получилось. Все-таки спасибо за обратную связь. В этом плане, ребята, молодцы. Проблему решили. И я начал тестировать игры. Могу сказать, что выбор тут есть. Но, конечно, до ПК и консолей он немножечко не дотягивает. Лагов на гигабитной сети 5 ГГц Wi-Fi замечено не было. Все плавно и без разрывов. И впечатления от сервиса остались немножечко смешанные. С одной стороны, простое с технической точки зрения решение для пользователя. Ну, для пользователя, хочу подчеркнуть. С другой стороны, подписка 999 рублей в месяц. Плюс, если вы какие-то в топовые игры хотите поиграть, их надо покупать. То есть, в совокупности, получается немножко дороговато, конечно. Да и не все игры тут присутствуют, по-хорошему. Конечно же, есть Steam, есть там тот же самый Battle.net. Но каких-то консольных тех же самых Detroit'ов и так далее тут не встретишь. Поэтому, все-таки, выбор не такой большой, как хотелось бы. Дальше хочу рассказать про пульт дистанционного управления. И, наверное, справедливо это будет сделать на фоне предыдущего моего пульта от Xiaomi Mi Box. Пульт у Shellda мне тактильно более приятен. Здесь получше эргономика. Есть приятная подсветка, когда вы берете пульт в руку. Загораются кнопочки. В общем, пульт, конечно, ощущается гораздо лучше и приятнее, чем тот же пульт у Xiaomi. Но здесь, как и в моем Xiaomi-шном пульте, здесь есть огромная кнопка Netflix. Но вот, если честно, это тот случай, когда маркетинг побеждает разум. То же самое мы встречали у Samsung, которые пихали физическую кнопку Bixby в свои флагманы Galaxy S8 и так далее. И вот убрали только сейчас в 10-ом ноуте эту кнопку. Ну, если честно, мне кажется, это немножечко неправильно и несправедливо по отношению к пользователям. Я понимаю, что пользователь пользователю рознь и кому-то, может быть, этот Netflix нужен. Но вот мне, например, он не нужен. И я вообще не знаю людей, кому эта кнопка здесь нужна. Но хочешь Netflix, включи его непосредственно с приставки. Зачем ее делать на пульте, непонятно. Иногда интуитивно ее нажимаешь и закрываешь тот контент, который вы сейчас смотрите в какой-то момент времени. Мне кажется, это неудобно. Надеюсь, в будущем все-таки это уберут. В остальном пульт классный, действительно, мне очень нравится. И теперь самое главное, про что, наверное, стоит рассказать, это проигрывание видео в разных форматах из разных источников. Помимо интеллектуального масштабирования, у Sheld'а нормальный автофреймрейт, заявлен Dolby Vision вкупе с HDR10 и поддержкой основного набора видеоформатов. Звучит красиво и на деле, действительно, к картинке нет никаких вопросов. Но сказать, что картинка на голову лучше того же Xiaomi Mi Box 4S с его Amlogic, ну, я не могу. С Dolby Vision также не до конца понимаю ситуацию. Возможно, в Netflix где-нибудь он и будет, но в моем случае с моим HD-видеобоксом, YouTube, ну, и каким-то сетевым диском он проходит мимо в основном. Уже около недели пытаюсь уловить разницу в динамическом диапазоне, детализации, специально использую разные источники. Но сказать, что прям вот лучше на голову, чем Mi Box, ну, тоже язык не поворачивается. В пределах погрешности, да, получше, это факт, но, на мой взгляд, не более. Но, несмотря на это, у Shellda есть ряд преимуществ, ради которых, наверное, эти приставки и покупают. Не буду говорить сейчас про GeForce Now, все-таки это отдельная и долгая тема. А вот что бросается в глаза после Mi Box, это стабильность, плавность работы и внимание к деталям. Стоит все-таки помнить, что здесь стоит процессор Tegra X1 Plus с 3 гигами оперативной памяти. И отрабатывают они, конечно, здесь как положено. В прошлом моем ролике про Mi Box 4S я рассказывал, что с течением времени он начинает немножко притормаживать, лагать. И мне приходилось с софтовыми методами, либо хардверными, ну, то есть выключать питание, все-таки ее как-то перезагружать, чтобы она стабильнее, плавнее работала. В этом плане к Shellda вообще никаких вопросов. Он неделю работает и с GeForce Now, и с YouTube, и с HD-видеобоксом, и с внешним сетевым диском. И намеков на лаги здесь нет, в принципе, вообще никаких. И это действительно так. По крайней мере, спустя неделю я ничего такого не заметил. Что можно сказать? 4К-контент. Ролики в разном битрейте и фреймрейте переваривает на ура, в том числе с внешнего диска. Все форматы читаются. Предустановленный плэк с транскодингом, накинутый сверху MX Player, A-Stream Media. И, в общем-то, все, больше ничего и не нужно. То есть, какие-то стоковые утилиты, парочка небольших программ сверху. И у меня отлично все работает. То есть, во всех форматах, с любых источников, действительно, как-то все это настроено у NVIDIA очень хорошо. Ну, на первый взгляд. Плюсом к этому можно добавить гибкие и интересные настройки в стоковом варианте Shellda, в отличие от Mi Box, про который я говорил ранее. И, наверное, можно жить без интеллектуального масштабирования, залинкованного пульта на телевизор, управления питанием и разными сценариями. Конечно, без всего этого можно жить. И можно там перезагружать приставку, чтобы она не тормозила, там, раз в 3-4 дня, там, как-то очищать софтовое. И заплатить за это там в 4 раза меньше. И, в общем-то, я считаю, что это действительно классное приобретение. То есть, Mi Box, это за свои деньги просто прекрасное устройство. Ну, на мой взгляд и на моем опыте. Вот год я и пользуюсь. Но если у вас есть возможность и желание получить одно из лучших устройств в нише ТВ приставок, ну, в нашем случае на Android, то, конечно, стоит обратить внимание на Shield. Я знаю, что есть аналоги китайские, есть аналоги на других процессорах, которые могут подходить даже лучше под какие-то сценарии. Но для меня, для обычного пользователя и непрофессионала, который не копается в софте, там, как-то не перепрошивает приставки, то решение, которое предлагает Nvidia, подошло как нельзя кстати. Я не могу рекомендовать эту приставку к покупке, потому что все-таки цена кусается. И если смотреть на рынок приставок и функционал, то для среднестатистического пользователя, вот Mi Box, вот этого будет более чем достаточно. Тем не менее, это очень интересное решение, о себе я приобрел. Если какие-то будут интересные нюансы про эту приставку, я обязательно про это сниму. Может быть, напишу под роликом, если что-то с ней случится. Ну, пока поделился первыми впечатлениями. Надеюсь, рассказал какие-то вещи, которые кому-то были интересны. По крайней мере, я когда пытался что-то найти про эту приставку, по сути, не было ничего в тот момент, когда я предзаказывал ее на сайте Nvidia. Я даже не знал, будет ли работать пульт от PlayStation 4. Тем не менее, протестировал что-то, попробовал и поделился, как обычно, на своем канале.